Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте мы сегодня с вами подумаем над вопросами и заданиями по теме «Основные черты членистоногих животных». Я предлагаю вам выполнить три задания. Первый. Пожалуйста, внимательно посмотрите на эти фотографии, вспомните, какие группы животных относятся к типу членистоногих, и постарайтесь обобщить эту информацию и ответить на вопрос, какие же общие признаки характерны для членистоногих животных и для ракообразных, и для паукообразных, и для насекомых. Еще один вопрос. Опять же, обратите внимание на рисунок, рисунок вам в помощь. Подумайте, ответьте. В чем преимущество и недостатки наружного скелета членистоногих? А он, как вы помните, есть у всех членистоногих животных. И у жуков, и у бабочек, и у крабов, и раков, и пауков. У всех есть наружный скелет. Он выполняет важные функции, но тем не менее мы можем с вами вспомнить и понять, в чем же преимущество такого внешнего панциря и в чем его недостатки. Еще вопрос. Опять же, обратите внимание на фотографии и расскажите, как эти животные двигаются, и что общего в строении их конечностей. Спасибо за внимание, удачи, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok